Все, что сделано человеком, это искусство. Это не самые дорогие произведения. Была стена, на ней бахали угольком или камешком. Говорили, что мы хотим, они делали эскиз, и, собственно, вот так это здесь и получилось. Хотим принести больше живописи, творчества и культуры в наши номера. По откликам гостей видим, что номер пользуется популярностью. Почему это становится так популярным в нашей дне? Ну, хочется прикоснуться немножко к этой смелости, хочется к ней прикоснуться. Уличное искусство – это искусство отдавания. Конечно, номер, в котором вестит Рембрандт, в оригинале, он, ну, как бы, будет дороже. Очень часто фотографируют люди, выкладываются из соцсети. То есть это вот такой нескончаемый процесс, который нам помогает дальше развиваться. Вот это развитие, мне кажется, только вот сейчас распускается в полном свете. Я думаю, что только начало. Пускай будет много, много прекрасных отелей со стрит-артом в России. Все туристы к нам! Всем привет! С вами Юлия Плотникова, и вы смотрите авторский проект «Потолкуем» на канале Atelier Pro. Все, кто работает в отельной индустрии, не раз сталкивался с понятием «искусство гостеприимства». Так что же хранит в себе данный термин? И почему одна из составляющих является именно искусством, а не наукой, например? Искусство бывает разным, и оно на протяжении веков помогает человеку разобраться, воспринять и принять изменения в обществе, вызывая эмоциональный отклик в сердце. Но в моем сердце эмоциональный отклик вызывает современное искусство, а конкретнее направление стрит-арта. И как же круто, когда я хожу по отелям и встречаю интеграцию современного уличного искусства в гостиничный быт. Так что же помогло скрестить два этих направления? И для того, чтобы разобраться в этом вопросе, я встретилась с экспертом в развитии стрит-арта, а также посетила три отеля Санкт-Петербурга. Так давайте же вместе разберемся, в чем феномен уличного искусства и какое влияние оно оказывает на развитие городского туризма. Поехали! Добрый день! Спасибо, что согласились встретиться и рассказать, поделиться точнее вашими знаниями про уличное искусство. Вот, собственно говоря, наверное, сразу первый мой вопрос будет. Может быть, вы расскажете такую маленькую вводную, что это такое, какое влияние уличное искусство имеет на... На все. На все, да. Ну, на самом деле, правильный акцент – это первое искусство вообще в истории, потому что, если мы говорим об искусстве, как о произведении неутилитарного труда, потому что в целом все вокруг нас – это искусство, включая не только работу этому уровню, но и кирпич, который он сделан. Все, что сделано человеком – это искусство. А когда мы говорим о художественных произведениях, о высоком искусстве, как о вещах ненужных, так вот, первые из них, они были созданы и сохранились как произведения для общественного доступа. Приходилось нам заниматься лекциями просвещения, так вот, первый музей стрит-арта в мире – это Помпеи, который мы сейчас видим. И если мы съездим в Помпеи, нам будет бросаться в глаза обилие настенных росписей, как высоко художественных, с какими-то там орнаментами, так я просто, не знаю. Но не то, что там три буквы на заборе, но примерно такого же плана. То есть это искусство – родоначальница в целом всего пространственного искусства в части живописи. Не было холстов, никто не занимался производством холстов специально для живописи, там, 10 тысяч лет назад. Была стена, и на ней бахали угольком или камешком. Поэтому то, что сегодня такой ренессанс происходит – это просто новые технологии, открыли новые возможности для этого жанра. Под новыми технологиями я имею в виду баллончики аэрозольные, возможность с помощью баллончика нанесения быстрого изображения на большой кусок поверхности, на большой объем. Карандашикам трудно будет сделать даже такой небольшой мурал. И даже номер в отеле раскрасить карандашом непросто, а баллоном как раз-два или там хорошим маркером. Сегодня это искусство еще к тому же устанавливающее тренды. Не получилось из англицизма убрать слово «тренды». Сеттер как-то заменил. И кроме этих трендов оно стало создавать новые смыслы. Потому что смелость художника, который проходит свой опыт художественный на улице, она существенно отличается от художника, который всю жизнь практиковал в галерее. И мы видим и чувствуем это. То есть зрители всегда это чувствуют. Потому что энергетика от произведения уличного художника, она совершенно другая, нежели от традиционного станкового живописца. Когда-то нам довелось исследовать этот феномен глубоко и прям научными методами. Так вот мы пришли к выводу, что практика нелегальной живописи на улице, она создает из художника, формирует в нем способность к новому высказыванию. Игнорируются каноны линий, цветов. То есть цвета в уличном искусстве, если мы обратим внимание, очень мало полутонов. В основном яркие. Все правильно. Потому что зритель это видит раз, и он должен сразу же получить восприятие. То есть вот эта многослойность, она здесь уходит. Но это осознанно она уходит. Зато вот этот разрыв композиционных канонов, которые есть в академической живописи, предположим, они нас начинают восхищать. То есть оказывается и так тоже можно, вот таким образом. Но это вот как раз такой феномен авторского становления. Поэтому то, что сейчас это в нашем таком сумбурном мире, в этой эклектике всего и вся, то, что именно уличное искусство вдруг начинает создавать опоры для новых стилей и смыслов, ну для меня совершенно понятно. Потому что вот смелость, наверное. Наверное, смелость. А как вообще влияет уличное искусство на развитие городской среды, на привлечение туристов, возможно, это как-то тоже может влиять. Какое ваше мнение? Нужно ли развивать уличное искусство в Санкт-Петербурге? Вопрос тонкий. Вот, к примеру, была всегда задача в Петербурге сохранения вот этой вот низкой небесной линии, как говорил Лихачев и другие. Ну, Лихачев Дмитрий Сергеевич, я имею в виду, о том, что надо сохранить вот эту уникальную архитектуру. И вот стоит задача как-то осовременить город. И вот уличное искусство, оно как раз сегодня, оно стало атрибутом современного города. Если мы видим в городе хорошие Мурлы, там, не знаю, в Берлине, даже в Риме, не говоря уже там о Латинской Америке, мы понимаем. Мы приехали в современный город, здесь вот есть жизнь. Петербург, он немного сторонится этого, пытается найти как бы собственное звучание. Но, когда появился ЗСД, и когда построили этот небоскреб Газпрома, против которого мы все восставали, потому что вот эта низкая небесная линия, мы вдруг поняли, что мы живем в современном городе. И реально стало офигенно, почему мы себя обманываем-то? Мы едем по ЗСД, видим этот небоскреб, ну, мы живем в современном городе. Да, Невский, вот это все очарование Петроградского района, ну, Петроградский, там есть Мурлы, поэтому там, ну, не Петроградский, Адмиралтейского, там Мурлов нет. В Васильевском, на Васильевском, кроме как на Севкабеле, нет Мурлов. Вот очарование вот этих вот районов, оно вдруг, и сохраненность их в таком, в некоем застывшем виде, оно вдруг компенсировалось вот этой находкой, связанной с магистралью и большого небоскреба на окраине города. Пока еще на туристическую сферу это не сильно влияет, особенно в пандемии сложно об этом говорить, потому что, в принципе, снизился весь поток туристический, въездной. Петр-то свой туристический поток и без стрит-арта завоевал, то есть есть что показать. Но мы когда-то высчитывали, делали проект для Васильевского острова как раз, у меня там в начале жизненного, ну, делового пути много времени я провел в туризме, въездном как раз. И была возможность посчитать. Мы прикидывали, что один качественный, такой серьезный, муралистический проект внутри города, он способен на один-два дня увеличить срок пребывания туриста в Питере. Мы считали экономику, ну, от 100 миллионов рублей в городе, то есть в год город мог зарабатывать только вот на дополнительный... На счет одной стены. Нет, ни одной стены, а одного связанного проекта. Мы работаем в Альмитиске, это Татарстан, это столица Татнефти, ну, я буквально так говорю, потому что Татнефть – городообразующее предприятие, но город находится между всеми аэропортами, то есть чтобы приехать в Альмитиск, надо проехать больше 100 или 150 километров, будет отказание от Бугульмы или там Нижний Камска. То есть это, я не знаю, с чем сравнить, ну, просто до города нужно сложно добраться, и вот от нефти была проблема, связанная с оттоком людей, потому что в таком городе тяжело жить. Ты можешь даже хорошо зарабатывать, но у тебя нет там, тебе некуда пойти, ну, вот это вот ощущение, что ты где-то там в медвежьем углу живет. Ну, понятно, всем же нужно развитие, в любом случае, оно может быть как бы культурное, эмоциональное. Вот надо почитать блог Варламова по поводу Альмитиска. Варламова лишний раз не ангажирует, чтобы он что-то хорошее написал. По-моему, он даже использует там слова, типа, можно позавидовать жителям. И я, к примеру, завидую жителям Альмитиска. Почему? Хотя я являюсь частично актором изменений, наш институт, не хочу якать наши команды. В Альмитиске сделали паблик-арт-программу пятилетнюю, и в течение пяти лет, уже сейчас четвертый год, на стенах города, ну, одной из частей этой программы, создаются не просто как бы галереям из Мурала, а связанные, связанные едиными, ну, то есть сквозными какими-то темами, экскурсионные маршруты. Вот если кто-то не был на экскурсиях по работам стрит-арта, вот рекомендую теперь в Альмитиск съездить, потому что это будет катарсис, потому что когда вы идете по городу, и вот как вы идете по музею, к примеру, от зала к залу, и вот вам рассказывают, вот здесь вот вы видите начало творчества Репина, вот здесь вот он развился, вот здесь у него и Офа друзья, вот здесь у него там Мусоргский, вы как бы проникаете вот либо в какой-то живописце, либо там в какое-то направление искусства. А теперь, представьте, то же самое только в городе происходит, в живой среде, и это вот связано. Ну, тут ты меняешься, то есть, и в Альмитиске отток сильно сократился, недвижимость выросла в цене. Варламов топят за Альмитиска. Ну, я просто, да, из блогеров-урбанистов, как бы, ну, то есть, значимая фигура, то есть, можно обратить внимание. Новиков открывает в Альмитиске, вдруг свой ресторан. Это вот прямо наглядный показатель, наглядный пример того, как качественные, качественные. Но это не уличное искусство, в данном случае, это будет уже паблик карта, то есть, оно все-таки связано с заказом, оно связано с очень серьезной кураторской работой, ну, кураторской, как ограничивающей творческой пользой фантазии художник. Но, тем не менее, вот такая вот коллаборация между властями, художниками, кураторами, там большая программа, то есть, большой еще пласт этнографов, историков, работает команда большая. Вот он дает такие эффекты. То есть, это можно сделать. И можно сделать и в Петербурге, можно сделать и в Альмитиске, можно сделать, не знаю, где угодно. Женя, расскажи, пожалуйста, как пришла идея создать вот этот арт-объект, как вы его согласовывали, сколько времени потребовалось и на каком этапе, в принципе, происходила интеграция этого объекта в жизнь отеля? Ну, вообще, граффити на козырьке у нас появилось спустя, наверное, года 4 или 3 с того момента, как отель открылся. Это второй рисунок. У нас был первый рисунок, который мы сделали совершенно случайно. Просто посмотрели на козырек, и он выглядел не очень хорошо. Мы решили, что почему бы не украсить, а мы же арт-отели, и арт-отель просто просит красивую картинку на козырек. По сути, это легальный объект стрит-арта в центре города. Первый у нас был космический такой дизайн. Филипп Дульмаченко делал работу. Она просуществовала 2 года, и потом у нас закрутилось сотрудничество с Музеем уличного искусства, где мы, собственно, познакомились с командой The Twins. Это ребята, два брата-близнеца, Юрий и Анатолий. Они нарисовали нам вот такую вот геометрическую работу. Вообще, ребята, в принципе, работают в стиле архитектурной эстетики и геометрии. Очень красивая работа получилась. Как согласовываться? Ну, согласовывать саму работу нам ни с кем не нужно, потому что это наш козырек. Но дизайн мы все-таки, да, с ребятами согласовывали. Мы говорили, что мы хотим. Они делали эскиз, и, собственно, вот так это здесь и получилось. Дорого обошелся данный арт-объект? Ну, скажем так, это не бесплатная история. И отельеры должны понимать, что уличные художники, они тоже работая, оформляя какую-либо коллаборацию, они зарабатывают деньги. Конечно, сумму я тебе назвать не смогу, потому что это предмет нашей коммерческой тайны. Но оно того стоит. В общем, я скажу это так. Тогда у меня следующий вопрос. Сколько стоит содержание данного объекта? То есть нужно ли вкладывать бюджет в его реставрацию? Либо это объект искусства, он подразумевает то, что его не нужно никак поддерживать, и время его просто съедает? Ну, как сказать? Вообще, уличное искусство – это такая вещь, которая не поддерживается сама по себе. Если мы берем, образно говоря, хотя бы что-то одно, например, граффити, их же рисуют на стенах, не всегда легально, и некоторые работы, как мы знаем, живут меньше суток. Приезжают коммунаторщики, все дело закрашивают. Мы, на самом деле, как-то предпочитаем работу все-таки менять. Сейчас был кризисный год, и, естественно, что обновление рисунка на козырьке не является первоочередной нашей задачей. Но мы, безусловно, об этом думаем. У нас есть время выбрать, есть время, может быть, пригласить тех же самых артистов, может быть, поговорить с музеем и каких-нибудь других вызвать. Потому что должна быть смена, должно быть обновление. И мы за это всеми руками. Давайте поговорим про уличное искусство, про вот эту прекрасную стену, про Мурал, который появился в вашем отеле. Расскажите, пожалуйста, как вообще пришла вам идея сделать интеграцию искусства, арта с искусством гостеприимства? На каком этапе вы пришли к этому? Если вы знаете, наш отель называется Винвуд. Это район арт-дистрик в Майами, где много искусства, где много галереи, и такое комьюнити целое создано. У нас были номера с видом на стену, была стена, которая была не в очень хорошем виде, и мы ее взялись отреставрировать, вернее, привезти в надлежащий вид. И, в общем, у нас родилась идея, что такая логичная из нашей концепции, из нашего названия, из наличия стены в нашем отеле, что там должно быть что-то. И мы начали поиски. Как пал выбор на Покрас Лампаса? Просто одна моя знакомая, я рассказывала историю, что у нас есть стена, я бы хотела, чтобы там было что-то, какое-то искусство. И она сказала, посмотри Покраса. Я посмотрела его профиль в Инстаграме, но на тот момент уже было у него много подписчиков, мне как-то было не... Илья написала даже ему, я уже не помню. В общем, как-то я либо постеснялась написать, либо написала, и не ответили мне. И я просто запустила ДРГ в космос, что мне это нужно. И нам в 18-м году дали премию Собака.ру, как люди, меняющий город к лучшему. И на вручение этой премии был также Покрас, и мы тоже вручали премию. И просто мы познакомились. Да, просто в течение обстоятельств мы просто буквально через 3 месяца, как я это загадала, задумала, мы встретились. И просто поговорили, я ему рассказала про наш проект, он пришел в гости нам, к нам посмотрел объект, ему понравилось, мы договорились, и в общем, все это было довольно как это логичное течение обстоятельств. А долго согласовывался сам проект? Сколько времени потребовалось на интеграцию этого от объекта в ваш отель? С художником у нас мы просто согласовывали текст, который будет там написан. И с Покрасом очень комфортно работать, то есть я абсолютно доверилась ему, и он профессионал. То, что он сделал, это абсолютно без единой правки было сделано. То есть самое, наверное, длительное по времени было, то есть мы когда это задумали, ну условно говоря, 3 месяца ушло на подготовительный этап, найти подрядчиков. Нам нужны были подвесные конструкции, они специально под нас ехали. Андрей Бергер помогал нам с его фирмой именно конструктив вот этот устанавливать. И недели две, наверное, мы занимались только установкой. Помимо этого мы готовили стену, мы приводили ее в порядок, потому что она крошилась. То есть мы привели в порядок эту стену, все трещины, и потом уже приехал Покрас, и 7 дней у него ушло на роспись этой стены. Можно рассказать про то, как вообще создавалась роспись стен, привлекались ли какие-то уличные художники, сколько времени требуется для того, чтобы создать вот такую красоту, да? Какой опыт негативный, позитивный будете продолжать или не будете продолжать сотрудничать? Слушайте, сейчас коллаборация с художниками это наша любовь, и наше дело продвижения этим занимается очень активно. Это был вот этот номер с коллаборацией с легенмейстером, был такой ласточкой для нас первой, и мы очень довольны результатом, и по откликам гостей видим, что номер пользуется популярностью тоже. Этот номер сделан был с коллаборацией с легенмейстером, разрисовывал стены, да, уже воплощал эту идею в жизни, очень популярный художник Вова Цыган, и на это у него ушло. Это происходило, кстати, не быстро, это все-таки творческий процесс, но результатом мы очень довольны, в частности, и будем с удовольствием продолжать. Сейчас из коллаборации мы общаемся по поводу росписи, по поводу одной из стен нашего отеля внешних, и это будет уличная граффити, и общение сейчас происходит с очень классным, креативным сообществом, называется Urban Good, они занимаются городскими общественными пространствами и созданием более такого гибкого и современного красивого и приятного глаза окружения. Ну, соответственно, еще общаемся сейчас с Русским музеем и хотим привнести больше живописи, творчества и культуры в наши номера, так что надеемся, что обсуждение увенчается успехом, и все-таки мы реализуем этот проект тоже. Марк, сфотографируй меня, пожалуйста, на фоне этого Мурала. Я когда путешествую по разным странам и встречаю какие-то необычные муралы, стены, просто теги, картинки, если это вызывает у меня какой-то эмоциональный отклик, я всегда люблю сфотографироваться на фоне. Всегда вызывает. Да, в основном это всегда вызывает, просто может быть что-то ближе, что-то дальше, соответственно, не будешь же фотографироваться у каждого Мурала, но какие-то эмоции все равно появляются. А почему это становится так популярно в наши дни? Мы чувствуем эту энергетику, потому что мы себе это не произносим, но каждый из нас думает, вот он пошел и нарисовал это огромное что-то для каких-то там целей, а я ведь так не делаю, думаю, мы. Но хочется прикоснуться немножко к этой смелости, хочется к ней прикоснуться. Потом есть вот это ощущение живости. Оно не тиражируется. Интернет, конечно, способствует распространению, но мы понимаем, что художник, который делал именно этот тег или именно эту работу, вряд ли он будет ее повторять еще в других городах. Вот там условно Клод взял, бахнул четыре коня на пересечении Фонтанки и Невского, а потом еще их там в Германию, в Польшу куда-то там послал. Я утрирую, но тем не менее мы понимаем, что есть дубликаты работ, там, Малевичский квадрат, там, четыре-шесть штук, не знаю, сколько там было. А уличный художник, он один раз делал и высказал все, он себе всего отдал. Это вообще искусство отдавания, а не забирания. То есть не делается, хотя такая тема отелей и искусства, она всегда говорит о некой коммерциализации, но в целом уличное искусство это искусство отдавания. Потому что нарисовать мурл, а потом его спилить каким-то образом и продать довольно сложно. Намного проще на холсте что-то сделать. И вот эту вот энергетику мы чувствуем. Мы поэтому встали здесь, сфотографировать, потому что мы понимаем, что А, она один раз сделана, и Б, ее завтра может не быть. То есть вот это вот ощущение временности и вот уникальность, оно, наверное, дает вот этот эффект, вот это желание соприкоснуться. А так как теперь уже об этом говорят, как об искусстве, оказывается, это не просто тег, или там говорят, это те же искусство, то так это вообще особо. Мы же заметили, что не хочется фотографироваться на фоне заказных работ. Потому что заказуха, она, или там оформляха, как ее называют еще, она чувствуется. То есть уличное искусство очень трепетно относится к искренности высказывания. Если за этим стоит серьезный заказ, то есть просто заказ, или просто нужно что-то, вот эта искренность уходит. И у нас уже, опять же, любой наблюдатель, даже не подготовлен, он чувствует вот эту вот выхолощенность. Фотографироваться не будет. А на фоне работы, которая сделана искренне, и неважно, там, теги, наверное, так низкий жанр, может считаться некоторыми с точки зрения именно живописности. Но качество исполнения мы тоже чувствуем. Поэтому фотографируемся и на фоне тегов. И на фоне муралов, ну, таких фигуративных, и на фоне хороших сделанных тегов. Ну, конечно, каждый тег, в принципе, ну, не каждое большинство тегов, они могут внести какой-то месседж в себе, завуалированный, возможно, возможно, открытый, и это может тоже вызвать эмоцию. Вы в детстве подпись свою разрабатывали? Конечно. Тег об этом. Вы же хотели свою индивидуальность в этом как-то проявить. Все-таки я букву Ю вот здесь по-другому немножко сделаю. Вот как-то она такая, чтобы она говорила обо мне, как обо мне. Не так, как у Юны, там, из того класса, а вот чтобы у меня Юлия так вот это был. Так вот так и тег. За тегом всегда скрывается индивидуальность, и поиск этой индивидуальности. Мы всегда, в виде тег, мы все равно говорим о личности, либо о личностях, стоящих за ним. И есть есть обязательные жанровые особенности. То есть, ну, и понятно, что и шрифты отличаются, и линии могут отличаться. А есть узнаваемые. Ну, я, наверное, даже назову художника все-таки не просто там графитчик какой-нибудь. Художник настоящий. И теги весь высоко художественные. А это какой-то завуалированный месседж вашим гостям или что? В том числе гостям. В целом, там на русском и на английском написано «Мы создаем новую визуальную культуру. Мы — это будущее». Ну, в общем-то, это и про наш отель, и про наших гостей, я считаю, и про самого Покраса, и вообще про людей, которые занимаются искусством, и которые просто любят свое дело и делают его хорошо. А это какой-то завуалированный месседж вашим гостям? Вы что-то хотите передать или это просто какой-то арт-объект? Мы — наша главная задача, чтобы гости понимали, что они не забывали ни на минуту, что они находятся в Санкт-Петербурге, и наша концепция — это отель как продолжение города, что выражается в дизайне наших номеров, и, конечно же, присутствие современного искусства и уличного искусства тоже подчеркивает эту идею. Я вижу прикольно вот здесь вот узнаваемые силуэты города, то есть, понятное дело, что мы находимся в Санкт-Петербурге, а не в каком-то другом месте, вот, ну и, конечно, очень круто вот эти яркие цвета заряжают эмоциями. Да, ну и мне еще кажется, что очень символично, что здесь микшер диджейский нарисован, потому что здесь творчество, музыка, и все так замиксовано, перемешано, и дает тут самую зарядную энергию, за которым приезжают гости. Вообще, вот это вот сочетание отелей и искусства, ну, оно же достаточно понятно, то есть, это как с фасадами. Фасад может занимать стоимость здания 10%, но хороший фасад, он может увеличивать стоимость квадратного метра внутри здания, там, на 50 или вдвое. Лобби-гостиница всегда на звездочку повыше, чем сама гостиница. Вносовую, да, это место, где прибывают гости все, а потом они уже распределяются по номерам. Конечно, то есть, я могу жить в трехзвездочных гостиницах, но я уже спокойно в это лобби буду приглашать своих местных друзей и так на понтах сидеть в четырехзвездочном лобби, а то и в пяти. Это как аэропорт при городе. Город, может быть, такой захудалый, но аэропорт, он как бы открывает. Так и искусство в отеле. С помощью вот этого механизма ночь в отеле начинает стоить чуть-чуть дороже. И точно дороже, чем стоимость там затраты на понесенные картины. Поэтому, конечно, любой проект, связанный между отелем и искусством, он должен быть внимательным образом. Я думаю, что отельеры сами это лучше меня знают. Проработан, потому что эффект, которого можно достичь, он экономически очень существенный. Ну, само собой, это инвестиции в будущую прибыль за счет маркетинговых каких-то составляющих, имиджевых составляющих. Конечно, конечно. Но искусство в отеле, и вообще, что такое искусство на стене? И зачем нам искусство и картина? Потому что мы хотим украсить свои стены. Не нужно там себе обманывать, что люди инвестируют в аукционные работы только потому, что картина будет дорожать. В первую очередь, человек думает, как это у меня будет смотреться на стене, обоих, как это к моим занавескам подходит. И так далее. Это в первую очередь. А в вторую очередь, уже вот эта интересность. Вот есть такое правило трех «и». Это интерьерность, интересность и инвестиционность. Интересное искусство. Если у тебя искусство интересное, и картина на стене интересная, то уже, как бы вот это вот ощущение ценности, которые ты получаешь от пространства или получает твой клиент, оно начинает повышаться. В том числе, у тебя начинает, естественно, повышаться и какая-то, ну, не рейд гостиницы, наверное, но, по крайней мере, стоимость номер. И, конечно, номер, в котором вестит Рембрандт в оригинале, он, ну, как бы, будет дороже. Соответственно, дороже категория гостей, которые туда приедут, которые смогут заплатить за подлинник Рембрандта, который висит у них над головой во время сна. Была же история с Хаятом, по-моему, в Чикаго, когда они покупали на сутбисе картины, а потом продавали у себя же прямо в в лобби, по-моему, там делали, и сейчас мне, я не помню, что за работа была, по-моему, купили там, типа, за 2 миллиона, продали за 37 миллионов через 4 года, потом у тебя гостиница становится таким, теперь уже скажу все по-английски, трендсеттером. Так вот, уличное искусство, оно сегодня просто настолько интересно, что его использование в оформлении, качественное, оно, конечно, сразу же повышает привлекательность. Бэнкси очень много приложил усилий для того, чтобы стрит-арт стал популярным, мотель для отелей, вообще, больше, чем Бэнкси сделал для отелей, мне кажется, никто не сделал за последние 10 лет, я не помню, как называется тут в Палестине. Я знаю, да, The Wall of Hotel называется. Да, 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 то есть мы понимаем, что если отель, начиная от, как вот называется, от хостела, нет, начиная от хостела и до 7-звездочного, но он, но он начинает использовать в оформлении своих интерьеров работы стрит-артеров или просто качественный стрит-арт, то, конечно же, он оказывается в лучших тенденциях и наиболее привлекательным для современной аудитории, потому что, еще раз скажу, это сегодня искусство, оно смысловостанавливающее. Если мы это игнорируем или там отель, ну, потери могут быть большими, конечно же, но недополученные прибыли, не потери, но недополученные прибыли. Но это, конечно, должны быть вещи очень аккуратные, потому что загнанное в малое пространство работа стрит-артера, она может теряться, потому что нет вот этой вот достаточной провокативности, чем, в принципе, стрит-арт ценен, вот эта готовность рисковать. Отель все равно попросит это сделать каким-то образом более деликатным, потому что, ой, знаете, там у нас такие люди останавливаются, мы не согласимся. Но сейчас есть возможность, и тартеры стали работать с малыми формами, в том числе, в большом количестве и с холстами, хотя вот этот дух улицы, он сохраняется. Но в среднем турист, предположим, приезжает в Петербург на три дня. Вот у него там, предположим, что, я сейчас не знаю цифр, давно не в теме, но предположим, что с одного туриста экономика города, предположим, получает 100 долларов. 3 миллиона, к примеру, туристов, ну там, не знаю, 6-10 миллионов туристов в Петербурге, ну, пока 5 будет. Значит, 5 миллионов на 100 долларов, это сколько у нас получается? 500 миллионов долларов от туризма. А теперь представим, что еще один день. То есть, ну, просто на 30% больше, еще 150 миллионов. Ну, то есть, это экономика понятная. Я думаю, что экономист любого министерства в состоянии, там, посчитает. 2 плюс 2 плюс 3 умножить на 1 и 4. А, тогда такой, наверное, правомерный вопрос, помогает ли эта стена продавать номера вашим отеля? Я думаю, что да. Ну, во-первых, это помогает, чтобы отель выглядел целостно, да, это первая наша была такая арт-интеграция в отель, и с этого мы начали, у нас после этого было еще, мы проводили выставки различные, мы можем о том попозже поговорить, если будут вопросы, но это вот такая первая формообразующая история для нас, если говорить про продажи, то, ну, могу рассказать просто историю одну, мы когда сделали это, у нас номерной фон делится на то, что видно из окон, то есть мы всегда акцентированы на это внимание, чтобы гости понимали, не просто какой номер они покупают, а что они еще увидят, потому что мы все-таки в центре Петербурга, у нас есть вид на Казанский собор, вид во двор классический петербургский, на небо, наше любимое Петербург, и в том, и теперь есть на арт-объект, это мурал Пакрас-Лампаса, и мы сделали как-то апгрейд нашему гостю, который заехал, должен был заехать в номер с видом на Пакрас-Лампаса, роспись, и мы его в Казанский переселили, ну, там большой номер, и видно Казанский собор, он говорит, слушайте, нет, я покупал на Пакраса, верните меня, пожалуйста, обратно, не надо никаких апгрейдов, но это такая история, которая работает, люди действительно покупают, плюс это же такая маркетинговая стратегия определенная, то есть очень часто фотографируют люди, выкладывают свои соцсети, то есть это вот такой нескончаемый процесс, который нам помогает дальше развиваться. Как вы считаете, отбились инвестиции? Я думаю, что да. Как помогает искусство в продвижении отеля и продаже номерного фонда? У отеля должна быть своя история, и, собственно, в этом и смысл, то есть мы ориентируемся на искусство, мы о нем рассказываем, мы говорим, что у нас в отеле можно посмотреть какие-то, такие-то работы, можно приобрести, рассказываем о том, где увидеть оригиналы этих работ, если мы говорим о принтах и рарта, находящихся в наших номерах, и некоторые работы у нас в оригинале находятся, в том числе работы петербургской художницы Юлии Киргейснер, их можно приобрести, это не самые дорогие произведения, то есть максимальная стоимость оригинальной работы 20 тысяч рублей, которые представлены у нас в отеле. Для искусства это очень-очень демократичная цена. Расскажите, пожалуйста, какую роль играет искусство для вас, и важно ли наличие объектов искусства в отеле при выборе отеля для проживания? Хочу, что сказать, что выбор отеля это очень важный момент для выбора, наверное, каждого человека. Нужно относиться очень серьезно, чтобы потом не сожалеть, и чтобы та картинка, которую ты изначально себе рисуешь в образе перед отъездом, чтобы она воплотилась на 100%. Естественно, город Санкт-Петербург это сокровищница искусств, поэтому выбор упал на арт отель Деметро, для того, чтобы дополнить ту картину нюансами, впечатлениями изнутри, чтобы даже наедине с самим собой можно было ощутить ту историю, которую прожил город, те эпохи, которые мы все наблюдали, и читали, и изучали. А вы знаете, что на козырьке данного отеля находится арт-объект современных художников? Влияет ли это как-то на качество сна, когда вы осознаете, что здесь не только классическое искусство барокко, но и вот есть такой уникальный арт-объект? Вы знаете, я подготовилась к приезду в город сегодня, и действительно, я читала на сайте отеля приобщенность создателей этого отеля и работников, сотрудников к новому современному искусству, что отель поддерживает связь и поддерживает искусство современное у себя, холит и лелеет его изнутри, мы можем наблюдать на стенах прекрасные репродукции, которые мы можем даже приобрести, я уже несколько для себя присмотрела, на качество сна это безусловно влияет, потому что человек это сон для человека это естественная потребность и ну что скрывать, ложиться и засыпать в определенной атмосфере, для того, чтобы сон был ровный, глубокий, стабильный, и чтобы ты утром мог выйти, представить для себя и для публики в какое-то прекрасное расположение духа, потому что важно в каком-то находиться комфорте города искусства истории и самой собой именно в тот момент, в который ты находишь, который ты переживаешь, который ты для себя в голове представляешь, поэтому это очень важно. Какие еще критерии для вас важны при выборе отеля, помимо наличия арт-объектов, может быть еще локация, цена? Вы знаете, безусловно, как и любой человек, для меня важно при выборе моего экскурсионного путешествия, чтобы отель находился в центре города, чтобы он был максимально приближен к основным объектам показа. Соотношение цены не буду скрывать, это всегда очень приятно, когда можно сочетать атмосферу отеля, его уровень и все-таки чтобы цена была достаточно приемлема. Это всегда очень идет во благо. Но, что хочу отметить, что в такой категории классификации может оказаться несколько отелей, то есть отелей, находящиеся в центре города и имеющие примерно одинаковую цену. В моем случае так и произошло. Когда я выбрала, когда я остановилась на выборе этого отеля, решающую роль сыграла переписочки арт-отель, потому что находясь в городе искусств, я повторюсь, хочется себя чувствовать в полном комфорте, чтобы сочетание всех образов совпали и сыграли на пользу. Может быть, тогда чуть-чуть расскажите про портрет гостя, кто здесь проживает, кто в первую очередь ваша целевая аудитория, кто вас выбирает? Смотрите, у нас примерно так распределяется. У нас, если брать в разрезе с открытия до текущего момента, то примерно 70% гостей это гости, которые приезжают на долгосрок, то есть это гости, которые от месяца и более живут у нас в отеле. И сейчас, в связи с тем, что высокий сезон, и лето, и больше динамики в поездках у людей, сейчас порядка 40% на долгосрочной аренде, остальные уже приезжают на пару дней, и мы себя позиционируем как отель, где хорошо пожить и день, и неделю, и месяц, и год. То есть реально у нас все категории людей вот именно по длительности проживания представлены. Что касается того, чем они живут, чем они занимаются, у нас в основном молодежь. Мы недавно проводили опросы, получается, что около 40% людей, которые к нам приезжают, вот наша вот такая основная целевая аудитория, это люди от 18 до 22. еще 30% это люди от 23 до 27, ну и там незначительная оставшаяся часть до 36 максимум, примерно. Вот, и в связи с этим запрос у вот этой категории молодой, от 18 до 27, это динамика, это какая-то движуха, это мероприятие, и мы тем самым реализовываем, это в наших, у нас есть комьюнити-менеджер, очень круто, вот его работа откликается в сердцах наших гостей, потому что у нас, начиная с настолок, и расписание кинотеатра, да, киношки, где можно посмотреть, все это переходит в какие-то творческие мастер-классы, в лекции, в какие-то тусовки, да, вечеринки у нас проходят здесь регулярно, так что у нас гости здесь постоянно в каком-то движении находятся, и перепуляются знаниями, вдохновением, эмоциями, знакомятся ближе, становятся друзьями, но на самом деле в этом еще есть и такая определенная коммерческая история, потому что люди, которые к нам приезжают и живут здесь, очень многие из них стартаперы, фрилансеры, и для них очень важно находиться не только друзей, безусловно, которых они здесь находят, и единомышленников, но они здесь находят и партнеров по бизнесу, да, и людей, которые могут на фрилансе какую-то работу им тоже оказать, да, и каких-то подрядчиков, то есть в этом плане люди приезжают сюда за атмосферой и находят здесь еще и возможность для роста своего бизнеса. Скажи, пожалуйста, что ты делаешь в Санкт-Петербурге, из какого ты города, что тебя вообще сюда привело? Из-за Катеринбурга приехали сюда просто в гости, очень сильно понравился город, вернулись за вещами, буквально за кошкой, и приехали уже всегда жить, хотя зимой очень сильно понравился город, то есть сейчас смотрю, летом намного красивее, но зимой влюбились. А как пал выбор на этот отель? Что побудило тебя забронировать и выбрать его в качестве проживания? Мы приехали просто смотреть его, на Сматрину, грубо говоря, увидели, что находится здесь внизу, увидели номера, просто влюбились, и на следующий день уже приехали. Искусство имеет какое-то влияние на вашу выборку? В одну из первых очередей, потому что очень много было картин, плюс кинотеатр, мы находились еще внизу, там прачечная буквально, как локация для фотографий, очень много всего, в принципе, внизу находится, сейчас добавляется, вот биосты, новые картины, плюс наши картины добавились тоже. Я вижу, ты принесла сюда, она прекрасную картину, расскажи историю, откуда она у тебя взялась, и имеет ли отношение отель к данному произведению искусства? Напрямую был мастер-класс, здесь на 8 марта, мы бесплатно на него попали, нас записали как гостей, прекрасно провели время, буквально 3 часа мы здесь сидели, нам налили вино, мы сидели, все прекрасно рисовали, был у нас мастер-художница, нас всему научила, хотя я не художница, у меня получилось такое вот, красивое. Как давно ты увлеклась искусством, что для тебя является искусством, терпишь ли ты какое-то вдохновение, интересы, может быть, у тебя какие-то сформированы? Да, я играю на скрипке с 6 лет, и учусь в театральном институте, поэтому я приезжала сюда, чтобы какие-то связи набрать, и так как здесь постоянно происходит общение с людьми, и психологические мастер-классы, вот актерское мастерство, то же самое, вот чтобы не вылетать из жизни, скажем так, я человек вообще флегматичный, я люблю как-то посетить одна, и здесь идеальное место, потому что ты можешь спуститься вниз, набраться вот этой энергии, и ты как бы дома находишься, не выходишь за стены, но вот ты черпаешь энергию из других людей. А вы в каких отелях видели Ставитар? Ну, например, если мы берем Петербург, то мы были в Диметрии, у них козырек раскрашен, А, да? Диметрия хороший, они когда-то приглашали нас на лекции, молодцы, двигаются по этой теме, потом мы были, они же, по-моему, даже как арт-отель себя позиционировали, они так называются, Диметрия арт-отель, четыре звезды, да, у них идет слияние, получается трех видов искусства, барокко, классика и современное искусство, вот, и позиционируют вне себя как отель, продолжение города. Ну, хороший подход, на самом деле, есть такое понятие, старые деньги, оно просто более цивильно, обычно это говорят, Ротшильд и Рокфеллер, ну, в целом это называется, старые деньги, то есть, когда поколениями, семьями, люди сохраняют свое состояние, и есть три золотых направления инвестиций, старых денег, то есть, конечно, они владеют заводами, пароходами и так далее, но три кита, на котором связывается сохранение, это золото, недвижимость, искусство, значит, мы золото убираем, сочетание недвижимости и искусства в отеле, это как раз глубокое, интуитивное понимание синергии между двумя этими, и наверное, еще один такой отель, который сделал достаточно большое себе имя, это Винвуд, они сделали Мурал по красному паса, и вот за счет этого Мурала у них тоже идет привлечение определенной аудитории, гостевой к себе, да, потому что людям нравится, он тоже сейчас на пике популярности, мне кажется. любая, любая работа Бэнкси или любая работа в России по красному пасу, это то, что может серьезное оказать влияние на трафик в сторону того или иного, то или на гостинице, отеле, однозначно. я считаю, в том числе, потому что появление, допустим, Муралов вот в Москве, в Москве его больше жалуют, по красному пасу, конечно, там его приглашают для росписи общественных пространств, это же все генерирует так или иначе трафик. Пришел человек сфотографироваться, захотел попить, посидеть в ресторане, и, соответственно, тут как бы инвестиции идут во все бизнесы, которые смежные, которые находятся рядом. Конечно, но здесь очень важно, чтобы не перешло вот это вот количество, не стало негативно влиять на качество, потому что все равно нужно все-таки создавать смыслы. Художник это все-таки как бы сказать, кристалл смыслов, который он видит. Когда ты просто эксплуатируешь имя для того, чтобы создавать создавать хороший задник для фотографии, это все равно такая приходящая история. Смысл важнее. В какой-то момент времени оказывается, что смысл важнее, хотя ремесло живет дольше. То есть могут пройти эпохи, но если ты видишь там, не знаю, качественно сотканный персидский ковер или какой-то восточный орнамент безупречной каллиграфии исполнен, это может тысячелетия жить. А смысл они немножко, ну чуть-чуть кратковременнее, особенно те смыслы, которые делает Бэнкси. Бэнкси, это знаете, как с точки зрения смыслов, они яркие, но все-таки это смысл как у Пелевина. Это такая красивая литература, но сегодняшнего дня. Не факт, что она через два столетия будет стоять на полке у читателя, потому что будет непонятно контекст. То есть вроде бы что-то написано, а контекст не очень понятен. Да, то есть работа Бэнкси, где темнокожий ребенок шьет на швейной машинке или азиатске, я не помню, там на швейной машинке шьет флаг Великобритании. Ну это как бы такой смысл, но мы понимаем, что все равно она ограничена. Ну 200 лет будет понимать, что вот она колониальная империя как высасывает из другого мира кровь. Но смыслы важны, конечно же. Скажи, пожалуйста, какие коллаборации у тебя случаются с музеями? Ты уже начала говорить о том, что у вас представлены репродукции из музея Эрарта. Может быть, какие-то еще уникальные коллаборации случаются? Эрарты – это первое, что мы сделали, потому что на тот момент они были, ну и в общем-то остаются сейчас, если я не ошибаюсь, самым крупным музеем современного искусства в Восточной Европе. И, конечно, куда, если не к ним? Потом, уже спустя несколько лет, мы стали дружить с музеем стрит-арта. У них ежегодно открываются выставки, на которые приезжают художники из разных стран, из России, которых нужно где-то селить. Соответственно, художники жили у нас, а мы и проводили свои мероприятия на территории музея. И, в принципе, довольно-таки часто там появляемся и советуем гостям. Соответственно, вот стрит-арт – это наша самая крупная коллаборация на данный момент. Плюс мы сотрудничаем с галереями современного искусства, галерея Анна Нова, достаточно известная, сотрудничаем с галереей «I love art», галерея «Миф» у нас здесь присутствовала какое-то время, ну и независимые художники тоже в том числе у нас, как уже упомянутая мной, Юлия Киркеснер. В принципе, еще у нас была такая микро-коллаборация в прошлом году, ковидном, мы меняли окна в ресторане. И в тот момент, пока нам готовили рамы, оконные проемы были закрыты белыми листами фанеры. Мы выставили в Инстаграме фотографию и предложение к художникам, что вот, ребята, место в центре города, большое, большое, достаточное пространство, пожалуйста, кто хочет, приходите, рисуйте. И отозвался такой человек, его никнейм Авалански, он вообще сотрудничает с психотерапевтами и изучает влияние цвета на психику. И он нам нарисовал геометрическую работу, очень красивую, вот в полтора месяца в прошлом году она у нас украшала окна ресторан. Пространство не должно пустовать, пока мы договаривались с художником, у нас уже какой-то цветочек нарисовался, кто-то уже затегал, скажем так, это место, но мы, как хозяева площадки, распорядились ею иначе. Анастасия, вы говорили, что у вас проходят выставки, ваши модели, расскажите, пожалуйста, как часто они у вас проходят, есть ли у вас какие-то резиденты уже вашего отеля, кто выставляется здесь? Первая резиденция, это была резиденция Евгения Дудникова от проекта Сэмпл, после нее мы сделали выставку, которая у нас два месяца была, и в отеле навсегда осталась ее работа в одном из номеров. Этой резиденцией мы начали, так скажем, нашу коллекцию, то есть, я надеюсь, что у нас там через года два во всех номерах будет уже искусство современных художников. также у нас жила Варя Чельцова, она тоже оставила нас работа, они уже, мы вот недавно их установили в номер, в котором она жила. И сейчас проходит выставка Саши Фроловой, художницы из Москвы, с ее лентикулярами, называется выставка Иллюзион, и после данной выставки Саши Фроловой три работы также останутся в отеле и будут частью нашей коллекции. Плюс мы приобретаем искусство, то есть у нас есть две работы, которые мы приобрели. Ну и, наверное, тогда такой вопрос, как вы, привлекаете ли вы жителей города ваш отель, как-то взаимодействуете вы с ними, рассказываете ли вы о том, что вас может увидеть прекрасные работы известных художников? Ну, мы разговариваем и с жителями города, и с нашими будущими потенциальными гостями, а также гостями, которые у нас были через наши соцсети, там на данный момент 21 тысяча человек, наших гостей будущих, которые уже у нас живут, информируем о том, что у нас происходит в отеле. Помимо этого, также у нас ведется пиар-компания, обычно всегда к выставке мы готовимся, и после нее, во время нее идут публикации в различных медиа. То есть мы все-таки, для нас выставки это еще и возможность поговорить с людьми напрямую, то есть это такой, как момент коммуникации с гостями. Проходят ли какие-то культурные мероприятия в отеле, на которые могут прийти не только постояльцы, но и ваши соседи? Как происходит информирование, собственно говоря, кто чем интересуется? Да, на самом деле мы громко о себе заявили, когда было открытие отеля, и все те гости, которым интересен этот формат, и кто хотел бы приобщиться к этому, уже подписались на наш инстаграм-канал и в фейсбуке, в частности, и там у нас регулярно происходят анонсы с нашими мероприятиями. Поэтому буквально недавно у нас проходил, мы назвали WeGrowFest, потому что проходил он совместно с отелем Виендай и с нашими каворкингами GrowUp. И так как у нас очень схожие аудитории по атмосфере и буквально мы соседствуем, рядышком находится наш каворкинг в 10 минутах пешком, соответственно, мы протянули вот эти две аудитории и соединили их вместе. Они потянули своих друзей, своих партнеров, коллег. Ну и, конечно, здесь было много всего. Мы здесь организовали фудтрак, здесь была музыка, диджейская установка прямо на улице. Питерская погода не всегда позволяет это сделать на максимум, как сегодня, например. Было бы отлично это сделать в такую погоду, как сейчас. Поэтому мы все плавно переместились по тому же внутрь отеля и продолжили наши мероприятия уже там. Но в любом случае у нас сообщество распространяется не только на тех, кто проживает внутри отеля, но имеется в виду сообщество в широком смысле этого слова для тех, в том числе, кто проживает рядышком. На самом деле, могу сказать по отзывам гостей, которые к нам, когда мы только открывались первые месяцы, могу сказать, что приходили, когда просто проходящие мимо или люди, которые приезжали в командировку, или у нас еще есть медицинские учреждения, куда приезжают люди, на какое-то время им нужно пройти лечение для себя или для детей. И они с радостью, с облегчением говорят, слава богу, появилось клевое такое место, где можно поселиться и на этот период времени стать частью такого классного пространства. Так что, безусловно, я считаю, что большой вклад для развития этого района, появления отеля Винда, и это развитие, мне кажется, только сейчас распускается в полном свете, я думаю, только в начало. А последний вопрос, какой город России мог бы претендовать, либо у него есть все возможности для того, чтобы стать мировой стрит-арт-столицей? Для меня самый лучший Нижний Новгород. Я все равно буду говорить о собственных предпочтениях. Потому что Нижний Новгород смог создать уникальный стрит-арт. То есть, конечно же, как все начиналось всегда с граффити, которое пришло к нам с запада, но это самобытная история, которая нигде больше не имеет места, качественная фигуративка, прекрасные имена, то есть, высокие, назову там Андрей Оленьев или там Никита Номерс. У Никиты работы были в топ-мировом стрит-арте несколько раз. Ну, то есть, там, не знаю, лучшая работа года, там, в десяти будет работа Никиты. Поэтому, с точки зрения вот уникальности, Нижний Новгород для меня на первом месте в России. С точки зрения звучания, как бы звучание как столица, это Екатеринбург. Тоже много крупных имен. Тимофей Радя, номер один, конечно, сегодня. Хотя это говорит не об... То есть, у Тима, у него работы не столько... Вот у него как раз работы смысловые. Хотя некоторые с техниками там выжигания, то есть, когда у него трафарет сгорает, там работа остается, они интерьерно очень хороши. Ну, то есть, вообще, ну, имеется эстетически хороши. Потом, Максим Реванш, Володя Абих, по-моему, он все-таки первоначальный ездит в Екатеринбург, хотя очень много сейчас в Питере проводит время. Могу ошибиться? Ну, да, Екатеринбург. Питер умудрился, по-другому не сказать, умудрился оказаться на карте стрит-арта благодаря тому, что музей стрит-арта появился здесь. И все равно это так, эта муравийная тропа как бы в город, она существует. Все-таки это стало и туристическим местом. Абих порт тоже, он очень много привлекает этот арт в Франции? Да, да, да. Русские проходят как-то... Да, но с точки зрения стрит-арта пока еще здесь Севкарьевский порт не нащупал. Ну, нащупает. Я... Абсолютно. Я думаю, нащупают они свое место. Примечательно. Я посмотрела отзывы на Яндексе про это место. Там примерно 17,5 тысяч отзывов и средняя оценка 5 баллов. Это, мне кажется, очень хорошая работа в организаторах этого пространства, потому что сложно держать такую оценку. То, что... Вы знаете, я должен немножко заискивающе говорить, потому что у нас институт какое-то время прямо здесь... У нас офис был здесь, поэтому я с большим уважением отношусь к людям и командам, которые все это делают. Воля судеб, я посвящен в их планы, там, частично. И я думаю, что если они будут двигаться теми темпами, которыми они двигаются и в тех направлениях, сам по себе Севкарьевский порт и без стрит-арта станет очень важной точкой для путешественников и для горожан. То есть, будет... То есть, они в этом отношении крутые, что там говорить. Ну, блин. Понимаете, говоря о России, вот я часто рассказываю такую историю, у меня были там задумки когда-то эмигрировать, дети родились, нравилась Италия, климат. Но мне брат мой двоюродный, Митя Симановский, он говорит, Миша, нельзя из России эмигрировать. Я говорю, почему? Он говорит, ты пойми, родиться в России это карма. Если ты эмигрируешь, ты карму сбиваешь и при инкарнации опять родишься здесь. И у меня был такой шок, потому что я думал, ну, это вообще совсем безнадега, разговор там, типа, 2001 год. Я тогда понял, что у меня миссия должна быть пытаться сделать из России страну, в которой будет хотеться родиться. Вы знаете, даже вот мое вот это вот движение в уличном искусстве, потому что я пришел в конце нулевых, в девять-десятых, вот когда я начал этим заниматься, оно как раз вот ответ на это. То есть я хотел каким-то образом вот, чтобы моя мать, две копейки в изменение страны, чтобы я в ней захотел родиться после реинкарнации, они были. Вот Севкабельпорт супер сделал, много для того. и сегодня я, будучи горожанином, петербуржесом и василия островцем, я точно знаю, что я совершенно спокойно готова инкарнироваться в России, потому что страна реально изменилась. То есть можно вот все, что угодно, все эти там политические течения, но страна изменилась. нам в ней, как горожанам, нравится жить все больше и больше. Ну слава богу, чтобы мы еще, ну вы, я все равно себя считаю, конечно, молодым, несмотря на сети. Вот, что еще в молодой жизни я все это вижу. И я рад, если пускай оно так и развивается, и дай бог Севкабельпорту двигаться, и пускай будет много, много прекрасных отелей со стрит-артом в России, все туристы к нам. Все к нам. кулачки держим, чтобы так-то все произошло, так случилось. Заглянув в камеру тоже. Да, спасибо, Николай, большое за ваш вклад, за сегодняшнюю такую маленькую лекцию, за просвещение. Я желаю действительно, чтобы появлялось все больше и больше таких классных мест, и отели тоже были открыты для не только классического искусства, да, которое мы привыкли видеть строгое такое, но и вот какое-то такое уличное. Больше всего прекрасного, хорошего и разного, отелей, и больше стрит-арта, потому что мы, мы, конечно же, становимся лучше, когда видим на улицах прекрасные эти работы. Спасибо большое. Спасибо вам большое. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok